И тут, в этой всей истории, важнейшая позиция умеренных, здравомыслящих, конструктивно рассуждающихся суннитских государств, таких как Иордания, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. И что сказала нам Саудовская Аравия по факту этого происшествия, что они вернутся за ствол переговоров о присоединении к соглашению Авраам. И это будет величайшая историческая соглашение. Потому что нету на самом деле у нас предметов для спора с этими государствами. А теперь давайте с другой стороны посмотрим. Просто давайте напомним, господин Тамар, что именно эти соглашения стали одной из причин нападения Хамаса. Конечно, они хотели сорвать, торпедировать, торпедировать этот исторический договор между важнейшим арабским государством Саудовской Аравии и Израилем. А теперь давайте разберемся, что происходит. Вот смотрите, вот сейчас американцы приняли пакет помощи. Какие туда страны вошли? Украина, которая в сердце Европы, Израиль, которая по факту в Африке, и Тайвань, которая в Африке. Абсолютно три раза государства. Но враги-то у нас одни и те же. А я о чем говорю? Что у нас одни и те же друзья, одни и те же враги. А теперь что произошло? Иран обкатывал свои возможности на Украине, на украинском народе и теперь попробовал применить это все против израильского народа. Мы ему обломали зубы. Мы, кстати, между прочим, ответным ударом парализовали в целом регионе систему противовоздушной обороны. А теперь неужели кто-то всерьез думает, что мы на этом остановимся? Неужели кто-то думает, что дальше не будут продолжаться все те же хлопки, курение в неположенных местах? Вот уже один раз покурили на складе, где были баллистические ракеты, для того, чтобы, кстати, были подставлены на украинский фронт российской армии. Это все будет продолжаться. То есть, фактически, это безумное, оголтелое, агрессивное поведение Ирана привело к ситуации, что у вас на поле боя появился конкретный союзник. Правда, в другой части света. Но война-то идет мировая. Понимаете? А дальше произойдет следующее. Это я не в восторге от того, что вот я сейчас скажу абсолютно, но это факт. Нас ждет столкновение с российской армией. Как уже бывало. Ведь говорил же Путин много раз, что Россия – это правопремник Советского Союза. Так мы советскую армию били много раз на территории Египта, на территории Сирии. Вот сейчас российская армия стоит в Сирии. Значит, придется и с ней нам столкнуться. А выхода нет. Потому что нас ждет большая война на Сирии. А Россия располагает своих офицеров как живой щит на иранских и сирийских базах. Правда, это не всегда помогает. Мы уже одну остановку С-400 уничтожили с российским персоналом в Сирии. Кстати, вот сейчас, между прочим, мы уничтожили вот этот вот локатор, радар на территории Ирана. Одну ракету выпустили. Так вот, да, и все. И система ПВО в целом регионе нейтрализована. И это же была С-300, которая была, а радар был как раз вот модернизированный, от С-400 стоянок. Это я к чему говорю. Вот ваши летчики будут так рвать, так же рвать в клочья на американской авиатехнике российские системы ПВО. Вот настолько же она превосходит. Просто чтобы было понятно, какие перспективы открываются. Так что я думаю, что в Кремле еще, как говорится, рано радуются. Там сейчас у них вот такое ощущение, что вот у них победа через пять минут произойдет. Ну, давайте подождем. Уже ваша армия неоднократно демонстрировала выдающиеся возможности на поле боя. Я думаю, что она в очередной раз удивлена. Да, и друзья, ваши слова поддержки силам обороны Украины, нашим военным, которые смотрят, между прочим, наши беседы и много тоже отвечают. Вам оставляйте под этим видео, и я думаю, им будет приятно. Но вот знаете, когда я обсуждал эту вот разницу между тем, как реагировали союзники на атаку по Израилю и атаки по Украине. Украина ведь давно просит помочь закрыть небо и защитить мирные города. Я прям от нескольких абсолютно не связанных между собой собеседников слышал такой тезис, что Израилю все-таки помогают, потому что Иран для Запада не так страшен, как Путин со своим ядерным оружием. Вы с этим согласитесь? До известной степени да, до известной степени да. Но я искренне считаю, я понимаю, что меня там многие воспринимают как такого мечтателя-идеалиста, но я наоборот, я считаю, что я очень реалистично подхожу к решению этой проблемы. Просто если бы по моему сценарию политики бы пошли, это бы открыло бы такие горизонты, которые просто превратили бы наши два государства в новую сверхцивилизацию. Я говорю о объединении усилий наших стран для борьбы с врагами, которые угрожают на саму существованию. Представьте на одну секунду, что ваше небо бы защищали израильские легче. Я серьезно говорю. Стояли бы у нас тогда на наших границах российские войска и удорожала бы нам Хизбалла. Это совершенно другая геополитика, потому что Украина – это не просто название. Это крупнейшее, богатейшее государство Европы. Мощное, с огромным количеством населения и с мощнейшим промышленным потенциалом. Вот это объединение усилий, потому что нас объединило не какие-то там речи в пользу бедных или какие-то там, знаете, как вот Маниловщина. Давайте там построим беседку, будем у нее сидеть и чай пить. А нас объединило то, что наши оба народа, вот на данном историческом отрезке, воюют за свое существование, за выживание просто физическое, и у нас общие враги. Так давайте объединяться. Ну, если наши политики не доперли это своими мозгами, ну давайте, значит, им вправим эти мозги, объясним им это. Мы же, в конце концов, граждане, мы же гражданское общество, это наша с вами задача. Меня всегда очень вдохновляют вот эти ваши тезисы, господин Тамар. Я уверен, наши зрители поддерживают вас в этом. Очень надеюсь, что сотрудничество наших стран будет, конечно же, развиваться. Напоследок, господин Тамар, еще одну тему хотел бы с вами обсудить, потому что меня она удивила. Глава военной разведки Израиля подал в отставку. Да, вот он говорит, что с момента цитаты, с момента нападения Хамас я ношу этот черный день с собой, день за днем и ночь за ночью. Я буду вечно носить с собой эту ужасную боль войны, но больше выполнять свои обязанности не могу. Конец цитаты. И в самый первый день глава вашей военной разведки взял на себя ответственность за более чем 1200 жертв израилетян и граждан другой страны от рук террористов Хамас, но все равно продолжал работать. И вот это ваше правило, оно было негласным, что все продолжают выполнять свою работу до окончания этой войны. В итоге он таки ушел в отставку, и знаете, я сразу провожу вот эти параллели, когда у нас меняли главнокомандующего, и когда Валерий Залужный, кстати, если кто спрашивает, куда он пропал, то вот как раз свежая новость, он получил необходимое право от Соединенного Королевства занимать должность посла, и уже в ближайшее время там окажется. Но я просто помню эти разговоры, что коней на переправе не меняют, ни в коем случае нельзя этого делать. Теперь вот Израиль, который де-факто продолжает находиться в состоянии войны, будет вынужден поменять главу военной разведки. Хорошо ли это, да, ну, даже давайте так, нехорошо. Нормальный ли это процесс, и как вы думаете, почему сейчас глава вашей военной разведки ушел в отставку? Ну, во-первых, я думаю, что уходом в отставку тут дело не ограничится. Семьи погибших в первый день главным образом военнослужащих, они требуют следствия. Смотрите, я не хочу сейчас подвергать, ну, ревизии его действия вообще в целом как специалиста. Но если мы возьмем конкретно вот это вот злополучное совещание, которое началось в ночь с 6 на 7 и закончилось в 4 утра 7 октября, и когда начальник Шабака, это внутренний служба безопасности, сказал, через несколько часов мы будем подвергнут нападению, и требовал поднять войска в ружье, и начальник военной разведки сказал, нет, ничего не будет, у нас другая информация, и начальник генштаба послушался в итоге к своему подчиненному, а не к человеку, который как бы из другого силового ведомства. Вот это вот, конечно, это было... То есть достаточно было в 4 утра объявить боевую тревогу, на этом бы все закончилось. КамАЗ бы никуда не прошел. Даже тех скудных сил, которые там были на границе, было бы достаточно, чтобы это остановить, просто чтобы солдаты не спали в казармах, а сидели по огневым точкам, сидели бы в танках, заведенных там и так далее. Но, смотрите, дальше вот сказал, что идет в отставку начальник Южного военного округа, командующий Южного военного округа, это вот вопрос ближайшего времени. Он, кстати, командовал операцией по сухопутным маневрам, и я хочу вам сказать, что операция велась... Ну, я понимаю, что сейчас антисемиты во всем мире, там Z-патриоты будут рассказывать про то, как мы не можем победить полгода оборванцев в резиновых тапочках, но это пусть они рассказывают на шоу Соловьева. Проведена беспрецедентная операция в самом густонаселенном анклаве в мире. Потери среди мирного населения снижены до фантастических. То есть коэффициент для американцев был один к семи, один к восьми. Мы добились коэффициента один к полу. Ну, чтобы было просто вот понятно, да? Потери у нас среди военнослужащих менее трехсот человек. За полгода боев тяжелых. И вот из 24 батальонов Хамаса пять из них окопалось в Рафехе. Вопрос штурма Рафеха – это вопрос ближайших недель, потому что американцы уже вынуждены были дать добро, и сейчас Израиль занимается эвакуацией оттуда миллионами. И все это сделал командующий Южным военным блоком. И сделал хорошо, но он уйдет. Он уйдет, хотя он лично ввел бой сейчас солдат. Я хочу напомнить, через две недели после начала маневра, наш начальник генштаба, командующий военной разведкой, командующий Южным военным округом, пресс-секретарь армии, собрались в штабе в сердце газа, в сердце газа, прямо в середине, там, где шли бои. Они были в касках, в бронежилетах, и провели показательное совещание, показать, что они со своей армией на передовой, под пулей. Поэтому, конечно, вопрос ответственности. Я хочу сказать, начальник генштаба вынужден будет. Я, кстати, к нему с очень большим уважением. И он проявил, он много сделал ошибок, конечно, понятно, но он проявил вот хладнокровие, заслуживающее большого уважения. Потому что в такой ситуации, под таким бременем вины и ответственности, не растеряться, а руководить армией блестяще, это тоже дорогого стоит. Кстати, мировым прочим, хладнокровие – это то качество, которое я всегда отмечал в залужном, которого я бесконечно уважаю как военного специалиста, и я отмечал его там многие качества, сильные, как стратегия, но хладнокровие я всегда оставил. У него хладнокровие совершенно исключено. Так что в этом отношении брать ответственность, да, вот только у нас это принято. Спасибо, господин Тамар. На сегодня будем многоточие ставить, еще много тем, на самом деле, но будем обсуждать их уже в следующий раз. Офицеры армии обороны Израиля, военный историк Григорий Тамар сегодня традиционно к нам присоединялся. Друзья, лучшей благодарностью будет подписка на YouTube-канал господина Тамара, ссылку найдете в описании, и также Дмитрий Гордон, Олеся Бацман и в гостях у Гордона. И напоминаю, что все мы сегодня радуемся светлому празднику Песаха, поэтому поздравляю вас еще раз, вас, господин Тамар, и желаю сил и мужества народу Израиля и народу Украины. Я хочу два слова сказать военнослужащим Украины. Некоторых из вас мне довелось когда-то обучать. Ребята, я знаю, вам сейчас очень тяжело, но держитесь, у вас нет выхода. Весь народ сейчас украинский на вас смотрит. Вы не можете себе позволить дать слабину, как бы тяжело ни было. Дождитесь американского оружия, сразу станет легче. Субтитры создавал DimaTorzok